Вы знаете, мы уже комментировали решение Евросоюза от 18 июля 2023 года, в котором было документально оформлено подключение Канады к миссии ЕС в Армении. Мы ссылку дадим на этот комментарий, вы можете еще раз с ним ознакомиться. Отмечаю полную неэффективность ЕСовского присутствия в плане предотвращения инцидентов на Земле. Мы с каждым днем все больше убеждаемся в отсутствии какого-либо позитивного вклада Европейского Союза в нормализацию отношений между Баку и Ереваном. Наоборот, представители Евросоюза занимаются разного рода провокациями, разведдеятельностью, пропагандой. Неудивительно, что это вызывает закономерное неприятие у стран региона, которые едины в том, что любые возникающие в Закавказье вопросы должны решаться внутри Южного Кавказа в интересах всех расположенных здесь стран без деструктивного вмешательства в зне. Как мы понимаем, вопрос присоединения Оттавы к ЕСовской миссии перешел уже в практическую плоскость. На них в Армению прибыл так называемый эксперт из Канады. В чем добавленная стоимость такого решения, насколько оно востребовано армянами, непонятно, пусть они сами комментируют. Речь, скорее всего, идет о том, что в данной ситуации младший партнер американцев Евросоюз использует с Вашингтоном для затаскивания в регион сил НАТО. Очевидно, что по ту сторону Атлантики хотят не только расширять возможность для контроля за ситуацией на Земле, но и приглядывать за своими европейскими союзниками. Результатом уже усилий на Южном Кавказе внешних игроков лица НАТО неизбежно станет снижение доверия в регионе, эскалация вооруженного противостояния. В общем, цели реального содействия Азербайджану армянскому регулированию ЕС и НАТО не ставятся. Запад продолжает милитаризацию за Кавказе, превращая его в очередную арену геополитического соперничества, игнорируя интересы местных жителей, по сути дела ставят крест на осуществление в ближайшее время задач мирного развития региона.